всем здарова с вами опять я Игорь Москвин вы смотрите москвин ченнел сегодня до резки дня вот такой ноутбук днс экран работы но не светится подсветка будем разбирать и смотреть что с ним можно сделать как обычно для начала используем отвертку чтобы открутить все болтики здесь их не так много поэтому показывать где именно я откручиваю не считаю нужным далее снимаю аккумуляторную батарею и откручиваем здесь еще вот что мы в итоге видим это просто жесть какая-то под клавиатурой у нас находится еще раз два три четыре пять болтов их также откручиваем далее как обычно снимаем шлейфа далее нам нужно снять крышку которая держала клавиатуру и также откладываем в сторонку для дальнейшей чистки откручиваем болт крепления шлейфа экрана далее под дисплеем есть еще болты которые следует открутить иначе мы не сможем разобрать корпус где-то на этом этапе можно уже начинать разбирать возьмем канцелярский нож и и аккуратненько начав с угла начинаем разбирать далее берем карточку и по кругу начинаем расцеплять корпус снимаем провода с модуля вай фай откручиваем модуль вай фай вытягиваем провода модуль вай фай и отсоединяем эту часть сначала занимаемся чисткой а затем уже будем заниматься непосредственно ремонтом как нам нужно снять плату цепляем шлейф питания кулера собственно снимаем плату если честно то я не очень понимаю что охлаждает кулер также откручиваем кулер так все детали от пыли почищены теперь приступаем к замене термопасты у меня не во всех видео показано как именно я ее меняю иногда клиенты спрашивают ты менял термопасту я говорю да как нам это можно проверить ну проверяется это очень легко как минимум температура центрального процессора будет несколько ниже чем она у вас было до этого так откручиваем три болта и снимаем эту планочку в этом ноутбуке используется не термопаста а термопленка то есть вот эта вот пленочка но также передает тепло вот но она здесь плохом состоянии вот в таком поэтому будем заменять на термопасту после некоторых махинаций получаем вот такой вот чип далее наносим небольшой ровный слой термопасты и устанавливаем все назад предварительно почистив медную планочку спиртиком не водкой а спиртом одеколон тоже желательно не использовать я для начала прихвачу пару дальних болтов чтобы можно было хорошенько прижать и раскатать нашу термопасту вот прижимаем и раскатываем далее все очень хорошо закручиваем но не перетягиваем чтобы не сорвать болты на этом этапе можно приступать к сборке обратно но у нас есть еще другая проблема не работает подсветка монитора поэтому мы разбираем полностью дисплей снимаем вот такие вот мягкие кругляшки под ними находятся болтики откручиваем болтики и аккуратно снимаем разделяем точнее две половинки сначала используя канцелярский нож затем карточку сняли этот ободок его можно сразу же почистить то нам нужно снять сам дисплей некоторые болтики мы подкручиваем так как они открутились например крепление дисплея и собственно нам нужно снять дисплей ахуе там нет так лет матрица судя по всему у нас находится сверху так как у нас идут провода туда вот эти ну что ж давайте разбирать это дело очень опасное и кропотливое если у вас нет навыка лучше не делайте этому я вам советую это не то что не повторять но даже не начинать вот она наша лет матрица сейчас мы попробуем запустить ее увидимся чуть позже в общем там проблема на плате контроллера сейчас я вот решил запитать вот этого светодиода вот этого который сейчас только что закрыл тут выходит 2.7 вольта нужно 3 думаю если будет светиться чуть хуже от этого ничего не поменяется самое главное чтобы было видно картинку ну все сейчас буду паять снимать это не буду вот собственно я собрал ноутбук и вот сюда вот два провода плюс и минус и эти провода будем запитывать на подсветку дисплея она у нас находится вот здесь вот она я думал что она находится вот здесь и думал что мне хватит провода но будем удлинять маленько но это не беда в общем я уже запарился паять всю эту штуку вот но собрал вот примерно вот так и удалил все дорожки и заново спаял все что есть также остались два плюсовых два провода один плюс другой минус вот и сейчас то будем все собирать засунул еще в такую вот влагозащищающую трубочку ну все приступаем к сборке в обратном порядке мы производим включение и и и